В лесах Удмурти инспекторы охотнадзора ставят заслон браконьерам. Нарушители закона теперь ловят на живца, точнее на муляж. Все эти фото необычного помощника уже стало предметом насмешек, но авторы идеи не обижаются. Главное, это работает. Репортаж Елена Лебедевой. Ну что, Яшка, пошли работать. Яшка – настоящий помощник в ловле на живца. Макет лоси инспекторы охотнадзора используют как ловушку для браконьеров. Сейчас любая охота под запретом, но нарушителей это не останавливает. Вот как они стреляли, вот попадание, их видно хорошо. Вот пулевые четыре выстрела, один покасательный прошел. На месте Яшки мог оказаться настоящий сахатый. На удочку охотнадзора попалась группа пермских браконьеров, орудовавшая на территории Якшур-Бодинского района. Чтобы их поймать, устроили спецоперацию, просидев в засаде четыре часа. Примерно в 10 часов вечера в районе, где наиболее частые случаи незаконной добычи лося, обнаружили свежий переход животных. На этом переходе установили макет. Не поняли, по ком они стреляли. Почему лось не упала? Не думали, что патроны бракованы, либо стрелок такой плохой. Деревянный макет инспекторы Якшур-Бодинского охотхозяйства сделали сами, признаются. Внешне Яшка получился похожим на австралийского кенгуру. Но это только вблизи. Макет сахатовые инспекторы обычно прячут в чаще леса, за ветками, в местах, где пробегают лоси. Издалека, особенно в темное время суток, отличить от настоящего, даже бывалому охотнику, практически невозможно. В запасе у инспекторов охотнадзора с десяток подобных изобретений макеты животных разного телосложения. Есть даже лосиная семья. Но чтобы поймать нарушителей, специалисты устраивают и фотоохоту, и следят с воздуха. За 2018 год было увеличение фактов незаконной охоты на 30%. Но на сегодняшний момент, по данным прошлого года, за истекший период года, у нас наблюдается снижение почти в два раза. Благодаря чему это? Ну, опять же, благодаря непосредственно ночным дежурцам с использованием различных способов. Сейчас, когда охота запрещена, специалисты Министерства природы с лесничьими патрулируют леса круглые сутки. Что касается нарушителей из Перми, у них изъяли оружие и средства связи. Началось следствие. За незаконный промысел им грозит штраф до миллиона или пять лет тюрьмы. Елена Лебедева, Артем Пушин, Вести, Удмуртия. Делать людям добро, так называется.